Друзья, приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем подводить итоги прошедшего месяца. Будем говорить о городе Луцке. Традиционно будем говорить о первичном и вторичном рынке жилой недвижимости города. В конце цифрами подведем итоги и я сделаю средний строчный прогноз, что будет происходить с рынком жилой недвижимости до конца 2023 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Будем традиционно, вы уже знаете, разбираться с процессами, которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости исключительно через призму статистических данных, которые нам любезно предоставляет компания Алим Константин. Перед вами видите такая карта. Это карта западной части Украины, куда входят 8 крупных областных городов и центров. Сегодня мы говорим о городе Луцке. Показываю. Также видим город Луц. И, так сказать, это у нас легенда карты, где я отразил основные параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости наконец мая 2023 года. Начнем с количества предложений, которые нами было зафиксировано в городе Луцке. Это первичный и вторичный рынок. Жилая недвижимость, естественно, 2941 квартира были выставлены на продажу как риелторами, так и, собственно говоря, продавцами, что на 9,5% больше и активнее был рынок по предложениям, чем в прошедшем апреле месяце. Следующий параметр. Это у нас стоимостной параметр социальное жилье. Видим плюс 0,16% за месяц рост. В абсолютных цифрах это 838 долларов за квадратный метр. Ну и переходя уже также в вторичный рынок квартиры эконом, комфорт, бизнес, подешевели за месяц минус 0,13%. В абсолютных цифрах это 732 доллара за квадратный метр. То есть вы видите, как отличается на вторичном рынке жилье эконом, комфорт, бизнес, класса от социального жилья. Переходим к первичному рынку. Это квартира эконом класс 612 долларов за квадратный метр. Также видим незначительную динамику роста за месяц плюс 0,16%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес класс также сильно отличается от эконом класса. Видим 379 долларов за квадратный метр. Также динамик роста незначительного плюс 0,13%. Напомню вам, друзья, что мы говорили о колебаниях. Это краткосрочные процессы, которые мы наблюдаем на рынке недвижимости. Длина этих процессов в виде месяца на переустравнение у нас апрель-май. Давайте вот здесь можете посмотреть по региону. В целом таблица эксцелерская. Можете посмотреть, как всегда по-разному дела недвижимости в разных округах областных центров. Если говорить о городе Лусске, это один из четырех городов, который за месяц показал положительную динамику роста. Останавливаю пока слайдов и подведем итоги с цифрами, мы уже проговорили. А вот о тенденциях и о прогнозах. Друзья, я практически не сомневаюсь, что до конца года мы будем видеть снижение в городе Лусске. Снижение стоимости квадратного метра на столичном рынке порядка, может быть, трех процентов, может быть, четырех. Тут минус, тут уже точно не угадаю. Но динамика будет отрицательная. То есть мы все-таки будем наблюдать снижение стоимости квадратного метра. Насколько я, так сказать, вижу тренды, да, вижу тренды, что свяжение, если сравнивать в годовом измерении, оно уже присутствует. Насколько угадал, так сказать, 3-4 процента или больше, или меньше, тут, конечно, посмотрим конца года. Но в целом для покупателя и продавца, покупателя, если таковы, еще и есть в Украине, вы можете ориентироваться, что недвижимость будет умереть, где-то порядка 3 процентов до конца года. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости в Украине, вам необходимо подписаться, ну, как минимум, на мой канал. Вы также можете обсуждать видео, можете, так сказать, писать мне гадости с аргументами, тогда я отвечаю. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости, который, я надеюсь и даже, наверное, уверен, станут для вас компасом, ну, или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.